Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать про такое средство. Называется оно кандид. Оно в виде раствора, точнее даже капельки вот такие. Тут нужно буквально несколько капелек. Тут вот даже на самой коробочке нарисован вот такой малыш. То есть можно пользоваться этим средством с рождения. Нам его выписывал врач. Средство это предназначено от молочницы, либо по-другому от кандида. То есть сама молочница, она так и называется кандид. Тут значит у нас есть инструкция. И вот в самой инструкции как написано. Ну то есть как им пользоваться. Показания к применению. Вот даже тут написано кандидозный стоматит. Пользовались мы им. Дело в том, что давно уже, буквально когда еще ребенку был где-то месяц-два, наверное. Началась молочница. Я также пользовалась содовым раствором. Изначально нам говорили содовым раствором. Он нам тоже помогал. Но потом, где-то через месяц, у нас снова это началось. И вот на второй раз нам уже прописали вот этот вот раствор кандида. Значит, способ применения по самой инструкции, как написано. 10-20 капель. Ну, если вы купите, вы, конечно, сами можете прочитать. Но я вам просто сейчас говорю, потому что средство хорошее. И оно действительно помогает. 10-20 капель кандида наносят на пораженные участки полости рта 3-4 раза в день. Желательно с помощью ватной палочки. Улучшение состояния наступает обычно на 3-5 день лечения. Однако лечение необходимо продолжить до полного устранения клинических проявлений. Значит, 10-20 капель. Но мы, когда пользовались им, нам хватало 10 капель. Даже где-то 8-9 я брала. Но я не капала в рот. Потому что я встречала такие, как сказать, советы, что прям закапать в рот, там на щечку, как-то на десну. Во-первых, это неудобно. А во-вторых, как бы, ну, я сама себе пробовала вот эти капельки капать. Они такие, ну, неприятные. Вот, поэтому, как мне врач и говорил, этот раствор я капала на ватную палочку. То есть, смотрите как. Берем ватную палочку, капаем сначала 2-3 капельки. Этими двумя-тремя капельками обрабатываем за щечками. За щечками только, вот. То есть, палочки я как бы свежие постоянно брала. Потом переворачиваю ватную палочку, снова капаю 2-3 капельки, обрабатываю уже десна, сверху, снизу, там, ну, все десна полностью. Потом снова новую ватную палочку беру, обрабатываю язык. То есть, чтобы, ну, я почему-то старалась, не знаю, чтобы ватная палочка всегда была чистая. Можно, наверное, как бы повторно просто на эту же палочку. Потому что это же не после разных детей, это после же одного ребенка. Вот. И действительно, где-то на пятый день у нас уже практически полностью ушло. Но, как и врач тоже мне говорил, что когда оно уйдет, вы все равно, ну, допустим, если оно уйдет на третий день, вы все равно пользуетесь ней. Не как на бумажке написано, а пока полностью все не уйдет. Вот. То есть, так же тут, что у нас было написано, на пораженном участке полости рта. Желательно. Ну, вот где-то я тоже встречала в видео, что говорили, можно на бинтик. Я не знаю, насколько это удобно. Бинтика мы пользовались, когда с помощью соды я убирала. Сода, кстати, тоже очень хорошо помогает. Но она, как мне кажется, больше предназначена, когда только самое начало, когда вот не упустили этот момент, когда совсем чуть-чуть, тогда можно. А вот когда, если уже посильнее она началась, то вот нам прописали кандид, потому что нам тогда сода уже не помогала. И еще что. Пользоваться им нужно после еды обязательно, то есть, когда ребенок пососал грудь, либо если смесь, то там попил из бутылочки. Но чтобы прошло минут 15-20, то есть, чтобы у него обратно все это не вышло, после этого обрабатываете, и все. И чтобы он ничего не ел, не пил, ну, в ближайшие там час. Вот. Средство очень хорошее, всем советую. Стоит оно относительно дорого. Вот сейчас, честно говоря, даже я не помню, может где-то здесь написано. Нет, не написано. Но что-то мне кажется, оно стоит рублей 400. Может быть, подорожало с тех пор, ну, то есть, год уже прошел. Не знаю, посмотрите, но средство очень хорошее, всем советую. Все, на этом все, всем пока.